Все, все, все! Такими ободрительными возгласами поддерживают участников международных соревнований по гребле на байдарках и каное, которые стартовали сегодня на гребном канале Барнаула. Подобные крупные водные старты среди спортсменов до 15 и 17 лет проводятся уже несколько лет. Однако ранее состязания этой возрастной группы имели всероссийский статус, и на них собиралось чуть больше сотни человек. Теперь же уровень мероприятия повысился, и почти в два раза выросло число участников. У нас ближние зарубежья Казахстан, Узбекистан, они всегда рады приезжать и всегда хотят поучаствовать. Мы официально не можем им не дать никакого статуса. И интереса приезжать у них нет. Поэтому в этом году это уже международный турнир. На этот раз приехали гости из Азербайджана, Индонезии, Киргизстана, Таджикистана и Беларуси. Последние, по мнению спортсменов, самые сильные. Однако и алтайские грибцы не лыком шиты. Из недавних всероссийских соревнований в Воронеже они привезли сразу пять золотых наград. Но расслабляться пока рано. А то можно потерять не только очки, но и весло, как это случилось с Гордеем Байбаковым. Ну, может, не сильно жал на старте. И оно как-то проскользнуло, и с намотки слетела рука. Сильно потеряла по времени? Да нет. Больше выброс адреналина и поехал. То есть, ну, может, даже чуть-чуть помогло. Проблемный старт был и у гостей из Казахстана. Некоторые впервые на грибном канале и просто не были готовы к передовому оснащению дорожек. С ловушкой сегодня первый раз стартовал. С предварительным стартанул. Чуть не перевернулся из ловушек. Адреналин был в старте. Мандраж сильный. А так все нормально, как обычно соревнования. А что такое ловушка? Ловушка. Что такое ловушка? Это держатель, чтобы все ровно стояли. Помимо хорошего оборудования, участники соревнований отметили, что самый большой козырь Барнаульского грибного канала – вода. Вода хорошая. Ну, она разная. Бывает мягкая такая, а бывает больше плотности. Вот какая здесь вода? Здесь средняя. 16 метров – такова средняя глубина канала. Даже по мировым меркам это много. Благодаря этому плотность меньшей сопротивления при гребле минимизируется. Это не слишком заметно на дистанциях от 200 до 1000 метров, но ощутимо на 10 километрах. Столько взрослые участники поплывут завтра в память о Константине Костенко, который первым из алтайских грибцов покорил эту дистанцию на мировом уровне. Вот средний ход – это 10 километров, это средний твой ход. Как ты можешь вообще переносить нагрузку? И, грубо говоря, я был в сборной России неоднократно, и вот эти длинные дистанции, вот это восполнение постоянное, надо ходить их для того, чтобы показывать результат даже на той же тысяче метров. Кстати, помимо наград, участников соревнований ждут приятные денежные призы, ведь за первые места можно получить от 10 до 30 тысяч рублей. Поэтому такие состязания – хороший вариант и поощрение получить, и разрядом завладеть. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.